Половина третьего Я и не знал, что это возможно Впрочем, с котами я раньше общался мало И только по необходимости А тут пришлось по неволе Не, парнишка хороший оказался Хвост у него просто суперский, как у павлина, наверное Я, правда, павлинов не видел Только слышал, как Василек по телефону однажды Кому-то там говорил про то, что кто-то другой Какой-то Алексей Твердобулков, кажется Распустил хвост, как павлин А бурлыкает Не, 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 не Твердобулков, а котейка мой Трактор даже, пожалуй, потише будет Когда он на меня бросился Я даже сначала опешил Это так смело было, так неожиданно На меня еще никто так не бросался Можно было, конечно, использовать Как там это у Вас сейчас называется Не знаю Исклюзив мой Или Исклюзив Или Ладно, не могу сказать Короче, он бросился Я отвел Он снова бросился Ну, такие броски для меня, что детские шалости Ой, знаете, вот когда однажды банник на меня бросился Как-то вот так Вот это было серьезно А когда кот Это так Баловство Только он не унимается Нападает и нападает Потом погнался за мной Ладно, думаю Пусть попробую догнать, думаю Уморю его по-серьезному И давай мы с ним круги нарезать по стенкам Ну, я, понятное дело Спереди он за мной И уже даже догнал почти Ну, то есть я ему немножко позволил догнать Только тут как грохнет что-то Как бабахнет Как бумкнет Как шмякнет Ой, думаю Пора остановиться Сам останавливаюсь Но для кота продолжаю бежать И он, соответственно, продолжает гнаться Прислушиваюсь Это он Стой, паразит Это бабушка Васёк молчит, только круги нарезает за бабушкой В смысле, за мамой его иной Ну, своёйной Ну, неважно, ладно В общем, бегает по домику За котом гоняется Устал, думаю, я чё-то Пусть они порезвятся, физкультурку поделают А я пока поем, манёха Ну и запустил этого, ну, по-вашему, двойника И он так, лихо, знаешь, рванул Они за ним, а я к шанишкам И пристроился Ну, они-то шанишек уже поели А я вот только сейчас и успел Да, правда, вкуснёщие шанишки были Я две штуки съел Съел бы ещё, наверное Только наелся почти Я, извиняюсь, фигуру берегу Ну, то есть стараюсь не полнеть по возможности Когда-то я, знаете, очень полный был Но только давно было А потом начал замечать, что тесновато мне в камине стало И шнурки как-то трудновато завязывать И так пристроюсь, и так А всё никак завязать не получается Ну и, в общем, другие разные неприятности тоже стали происходить Мелочь вроде, ерунда Но как-то неприятно Мучился, мучился, не помню сколько А потом мне знакомая одна Только вы ничего такого не подумайте Ну, просто знакомая Мы на конференции одной рядом сидели Ну и познакомились Ну, там всё больше про телекинез Про эту, как её Ну, передачу на расстояние этих мыслей Ладно, не помню, как называется А нам-то это не интересно, не то чтобы очень То есть интересно, конечно Но не по нашему профилю Ладно Ну, познакомились, разговорились В перерыве я её пирожками угостил У меня с собой были вот шесть штук Два с брусникой Один со щавелем И остальные без начинки Так она без начинки все и съела Не-не-не, мне не жалко Ну, разве только чуть-чуть Потому что потом она остальные тоже съела Я даже глаза моргнуть не успел А зато она мне про шнурки И про всякое такое Глаза, можно сказать, открыла Наставила, как говорится, на путь И вот Да Сбился я что-то Короче Бегают они за двойником Круги нарезают А я шанешки лопаю Вкуснющие Сил нет А, ой, я же об этом уже говорил Вот пропасть какая Забыл я про что дальше нужно Ну, ладно, не беда Вы давайте пока передохните Чайку там Кофейку попейте Или чего другого А я, знаете чего Я посплю четок А то устал Что-то мысли путаются Вот А как передохнете Я уже высплюсь И дальше буду рассказывать Если вам, конечно, интересно А если не интересно, тогда не буду Все Договорились Ну Пока Стоп Или даже вот как сделаем Не буду я спать Я продолжение вспомнил В смысле, когда мы со знакомой пирожков поели И про шнурки она меня просветила То кончился перерыв И вторая часть началась Только тут мне совсем непонятно стало То ли у докладчика с дикцией Чего-то там случилось То ли у меня в голове Какие-то детали не сомкнулись Но вот Что такое фен Я знаю Я давно сам по себе это знаю А вот зачем докладчик Все время с восторгом Убеждал меня фен-шуй И я совсем не понял Куда его шавшовать И вообще Зачем его куда-то шавать По-моему, феном Волосы хорошо сушить Там сборы травяные Грибы И так же, правда? А знаете что? Это все-таки с дикцией У него Запиндюлина какая-то случилась Я вспомнил Точно Он потом еще Про что-то долго рассказывал И все говорил Цигун Я, конечно, слушал Уже почти совсем никак Мне интереснее было Со знакомой Вот Но даже я знаю Хотя от всяких там заводов Стараюсь подальше держаться Что выплавляют Чугун А никакой не цугун Ну, хотя, может, у них там И все наоборот На этом обрываются записи В блокноте Найденном мной Однажды У двери подъезда Не знаю Кому принадлежал Этот блокнот Хозяина я так И не нашел Он не объявился Хотя я написал От руки Десятка три объявлений И развесил их На всех подъездах В нашем районе Не знаю также Кто такой Ватруша Вероятно, персонаж Это вымышленный Хотя Должен вам сказать Что когда я заканчивал Аккуратно перепечатывать Последнюю страницу Кто-то над самым ухом Сказал негромко Цугун Пишется через букву У Так будет лучше Мгновенно вспотев От неожиданности Я резко обернулся В комнате никого не было Кроме моей кошки Она посмотрела на меня С каким-то особым Как мне показалось Прищуром И продолжала заниматься Любимым делом Вылизывать животик Я встал Прошелся по квартире Квартира у меня Однокомнатная Так что прошелся Это громко сказано Я просто сделал Три шага от стола И выглянул в коридор Там было Как обычно пусто Осмелев Я вышел на кухню И от неожиданности Чуть не вздрогнул Посуда Была Вымыта И аккуратно Покоилась на нужных полках Кто это сделал Я не знаю Я в тот вечер Посуду помыть Еще не успел Клянусь Клянусь